Страна кричит от боли сейчас, Украина. А простят ли нас? Ты чувствуешь свою ответственность за произошедшее? Давай, помогай, помогай Украине, вот и все, делай что-нибудь. Ты иначе садишь с ума, если ты ничего не делаешь. Вот, пошла такая жизнь, что не осталось времени и душевных сил, так сказать, жалеть себя. Вот просто шекспировское время настало. Вот есть добро и зло. И своеобразная гармония. Гармония ада. После этого все немедленно рушится, да, причем со страшной силой. То есть к зиме это закончится? Потому что Путин этим идиотизмом, преступным войной с Украиной, резко ускорил, конечно, движение истории. Все-таки вопросы наших зрителей, читателей. Есть ли у Виктора Анатольевича дорогие ему люди, с кем он перестал общаться за войну? Драматичные стали отношения с украинцами. Пора спросить уже, задать вопрос серьезный. Кто такой гражданин Крохотко? Не знаю, есть ли в году такая постная неделя, которая обходится без интервью с Виктором Шандеровичем. А я читаю комментарии под интервью, и очень многие пишут, а как вам удается не повторяться? Виктора, привет, как тебе удается не повторяться? По моему-то ощущению, я все время говорю одно, по крайней мере, с 24 февраля, впрочем, и до, и до я говорил, примерно одно и то же. Я даже сформулировал, что я певец таблицы умножения, я апостол банальностей, я очень много лет напролет пишу в общем. Я же ничего не открыл, то есть нет ни одной мысли моей в том, что я говорю. Я вот вырос под книжными полками, под библиотекой всеверной литературы, там, отцовской, под книжными полками. Я что-то читал, что-то слышал, мне кого-то слышал, у меня, так сказать, голова коллектора рассеянной информации, в ней что-то застревает, иногда вовремя выскакивает, цитаты какие-то, да. А после уж 20, значит, 24 февраля, ко всем прошлым текстам, добавилась вот такая вот новая интонация, которую коротко можно сформулировать, а, блядь, я вам говорил. Вот это вот, а, блядь, я вам говорил. И это не очень приличная интонация, вот это злорадство человека, который говорил, а его там, да, мы крутили пальцами у виска, там, демшиза, маргинал, русофоб, вот это все. Но в этом смысле я же примазываюсь к, по большому счету, в сегодняшние дни, вот с этой интонацией, а я вам говорил, я примазываюсь к Лере Новодворской, которой нет с нами уже с 14-го года, как раз с лета 14-го года. Вдруг выяснилось, что вот эта демшиза, ну, Лера, и свои же, ты помнишь, свои крутили пальцами у виска, ну, Лера, ну, она же, ну, Лера, ну, что взять? Ну, она не любит просто там, Россию не любит, Путина не любит. Ну, демшиза, что взять? И вдруг выясняется, что все ее предсказания аккуратно сбываются. А у меня все время выплывает в Ютьюбе одно из ее интервью, прямо с заголовком про войну в Украине. Да. И все говорили, ну, слушайте, ну, какая война, сколько смешно же. Ну, нет, ну, невозможно, ну, Лера, ну, Валерия Ильич, ну, невозможно уже, да? Ну, нельзя так не любить Россию. Дорогие донбассские ополченцы, они же сепаратисты, они же террористы, и как вас там еще в истории назовут, вы даже представить себе не можете. Нет и не может быть страны под названием Донбасс. Вы же понимаете, что вы одни жить не будете. Путин вам просто не даст жить одним, потому что ему не нужна ваша независимая жизнь, даже если бы вы попробовали. Ему нужна граница, чтобы гнать через нее ПЗРК оружие и чтобы нападать на Украину, чтобы та не знала ни одного спокойного дня, чтобы все время шла война, чтобы Украина не сделала реформы. Я услышала у тебя в последних интервью нарратив, которого не было. Ты вдруг стал часто повторять в разных конструкциях добавление такой к флевой фразе практически «Если мы уцелеем?» «Если уцелеем?» Потому что это стало… Потому что… Господи, Боже мой, в детстве пели в пионерском, да? «Ядерному миру нет, нет, нет». А это была пионерская дурацкая песня, да? «Ядерному взрыву, солнечному миру, да, 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 ядерному взрыву нет, нет, нет». А еще пели «Медленно ракеты уплывают вдоль». Да, 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 именно. Значит, ну вот в том-то и дело, что это было совершенно какой-то пугалкой, ну ладно, да? Потом перестало быть пугалкой, если ты помнишь настроение начала 80-х. Да, афган. Между корейским лайнером, я бы сказал, и Горбачевым, да? У меня был сон про ядерный удар. Это было совершенно… Я думаю, что я не единственный видел этот сон. Это было довольно близко, это было довольно близко. Но потом показалось, показалось, что, ну, проехали, ну, проехали, все, нету империи зла, да, проехали. И вот ничего не проехали. Вот мы подошли к этой точке, где действительно поразительно это, поучительно. То есть это ужасно и поучительно в равной мере. Это невероятно. Вот если посмотреть, вот машину времени запустить и отправить неподалеку отсюда, в Дрезден, да? В Дрезден в 70-е годы. К заведующему клубом. Мелкому, неудавшемуся чекисту, неталантливому, да? В 80-е. Ну, 80-е. Ты его старишь? Да, 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 да. Ну, 80-е, да, 80-е годы. Никакой вообще никто, никто звать никак завклубом, да, в Дрездене сосланный. Потом, значит, перспектива военного пенсионера в должности там майора полковника. Ну, хорошо, да. Волгу купил, одно на двоих. Волгу купил, да, пивка попил. Трезден, провинция, все нормально. Впереди более-менее, да, понятно, да, да, примерно понятная жизнь, да, устроенная более-менее по советским меркам, да? И вот как из этого мелкого, неамбициозного существа, он же не был никогда политиком. Ему, собственно говоря, сообщили, что он будет президентом России. Он никогда не выигрывал никаких выборов. Он никогда не выигрывал, его просто вдруг повело наверх, потянуло наверх. И это сыграло злую шутку с ним и с человечеством. Он в какой-то момент почувствовал, что его какая-то сила, на самом-то деле это был Кудрин, но в какой-то момент вдруг показалось, что это Господь Бог, что его просто взяли и наверх, 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 наверх. И вдруг он, и вдруг он там, и он как-то начал осваиваться постепенно. А потом выясняется, что он может хамить, а все смеются угодливо, и никто не скажет, эй, чувак, ты что, с ума сошел? Как ты разговариваешь вообще? Нет, все только поддакивают. А потом выясняется, что 120 долларов за баррель, и он нужен Америке, да, 11 сентября, и нужны базы, и вдруг выясняется, что у тебя просто джокеры в раскладе вышли, и деньги поперли, и тебя любят, ты купил всех вокруг на 120 долларов за баррель. Гайдар мечтал, как о мании небесной, а 22, как ты помнишь, да? 6 долларов, я помню, 6 долларов было в 98-м. Да, 6. Один, если было 12, прошли бы над дефолтом, не было бы дефолта. Гайдар мечтал, там было 19, Гайдар мечтал 22, чтобы, так сказать, развивать экономику. А тут 106, 120 за баррель в какой-то момент, и можно всех купить, и народ писает кипятком, потому что ипотеки, Анталия, машины, да, и можно задавить, задавить всех противников, и никто не шевельнется. И вдруг выясняется, что ты вот это вот раз, с огромной скоростью, да, преодолевая гравитацию, и ты уже в открытом космосе, и на тебя уже не действует гравитация. Ты остаешься у власти, ты убивать начинаешь своих политических противников. А что? А кто что скажет? Съедят. Газ нужен? Базы нужны? Вы против Ирана, да? Давайте. Вам нужны посредники в разговоре с Пхеньяном? Давайте. Идеальная позиция, торговая позиция, экономим. Все хорошо. Но в какой-то момент дедушка стареет, вакуум в голове заменяется совершенно тяжелейшими галлюцинациями имперского типа, народ, население растленное за 20 лет пропагандой, ест уже просто совершенно все, и своеобразная гармония, гармония ада, собственно говоря, да, и абсолютное к этому времени сформировавшееся ощущение, собственно, неуязвимости. Виктор, а до какого бы круга? Я не подробно знаю, Данта. Не могу сказать. Не могу сказать. Во-первых, каждый в своем, сколько я помню. Далеко ли до финиша? Да, да. Ты помнишь это, далеко ли до Тально? Да, теперь уже далеко. Так вот это про демократию. От демократии-то точно далеко. Значит, вопрос, сегодняшний вопрос звучит совсем просто. Значит, вот первая развилка, главное, вообще, уцелеем ли мы все, потому что я не вижу никаких препятствий для химического оружия, ядерного оружия, тактического. Никаких препятствий внутри. Об этических мы давно не говорим, но и практических, потому что он наконец-то понял, наверное, до него дошло в конце февраля, что он совершил тяжелую ошибку. Наверное, это уже дошло. Ему нету наружу выхода. Я думаю, это случилось окончательно после раскрытой попытки убийства Навального, когда он перешел для всего мира из тяжелого, трудного партнера и даже противника политического. Он перешел в разряд убийц, его перевели в другой класс. Это другой класс отношений. Он пропустил этот момент, но, кажется, до него начинает доходить. Ему не выйти наружу. И ему все равно. Нет же, некуда деваться. Ни Соловьеву, ни Киселеву, ни Симонян, ни Чемизову, ни Сечину. Некуда деваться. Все. Прости, пожалуйста, тебя волнуют эти персонажи? Нет, меня волнует то, что они будут отстреливаться до последнего патрона. Соловьев? Сейчас смешно было, да. Смешно то, что правда учил меня мой учитель Леонид Иванович Нехадеев. Смешно то, что правда. Отстреливающийся Соловьев – это дико смешно, действительно, да? Послушай меня. Соловьев возглавит движение «За выход в демократию», конечно, разумеется. Соловьев возглавит. Не ты же? Не ты же будешь символом нового свободного... Нет, мы с тобой не можем. Мы не можем. Мы эти самые «бумер», «зумер», как это называется, неважно. Теплые, ламповые. Да, да, да. Мы уже отстреляли материал. Послушай меня. Соловьев, господи боже мой, даже не мечтай. Даже не мечтай о судьбе журналистов «Радио Тысячи Холмов». Весной 1994-го во время гражданской войны в Руанде начались массовые убийства. Хуту нападали на Туци. По разным оценкам погибли от 500 тысяч до миллиона человек. Точных подсчетов во время резни не вели. Больше всего погибших оказалось в тех регионах, где вещало пропагандистское радио «Тысячи Холмов». Радио призывало Хуту убивать, насиловать и калечить своих соседей Туци. Позже ведущих и журналистов «Радио Тысячи Холмов» признали виновными в геноциде народа Туци. Многих из них, как и организаторов бойни, приговорили к длительным тюремным срокам. Да, нет, даже не мечтай. Соловьев, да, он не тонет. С этим все в порядке. Нет, нужно «Радио Тысячи Холмов». Ну, нужно. Нам нужно. Нам нужно. Я надеюсь, что будет. Но Соловьев будет в прокуратуре в этот момент. Он будет судить тех, кто предавал Россию. Ладно, бог с ним. Опять нас? Ну, конечно, кого же еще? Нет, найдется. Это найдется. Просто я хочу сказать, это неважно. Частная судьба Симонян, Киселева. Те, кто поумнее, в последнюю секунду выбегут с плакатами против цензуры и так далее. Все будет нормально. Те, кто поглупее, сгинут на этом повороте, не рассчитав скорости на повороте и так далее. Это частный случай. Меня больше интересует общий вид на пейзаж. Хороший вариант заключается в том, что мы все, человечество, во-первых, выживем для начала. Что не будет ядерной войны. И дальше из оставшихся хороший вариант заключается в том, что уцелев от ядерной, то есть без ядерной войны, Россия, совсем идеальный вариант, что Путина каким-то образом отстраняют от власти, свои же, которым ужасно хочется вернуть благословенные годы, когда тут пытались швабрами, а там были счета, недвижимость, визы, не было санкций. Вот это все. Вот эта вся элита, которая желает Путину смерти с гораздо большей силой, чем мы с тобой, потому что наши чувства бескорыстные, а они по миллиону в день теряют, понимаешь? Поэтому, конечно, они этого очень хотят. Значит, либо удастся каким-то образом им каким-то образом отстранить Путина от власти, и тогда любой, кто придет в следующем, будет сменена риторика, повернется лицом к Западу, начнет объясняться и так далее, и так далее. Вот если это идеальный вариант, в нынешней ситуации хороший вариант, что в обозримом будущем нет политического Путина, нет, и начинается какой-то другой выход, мучительный, двусмысленный, пошлый. Мы это все проходили в перестройку, да, которую умные люди называли революцией вторых секретарей. Конечно, да, возглавят ЦК КПСС, ЦК ВЛКСМ возглавят выход из коммунистического прошлого. Это мы все помним. Это будет пошло. Никакой новодворской не будет, да, не будет приличных людей. Все равно это будут люди двусмысленные, но в своей двусмысленности повернувшиеся в сторону Запада. Это один вариант. Второй вариант... Ну, Мишустин, коллективный Мишустин. Коллективный Мишустин. Ну, вроде не упырь, да, да, технократы, вот это. Давайте разговаривать, вот нормальный человек. Вот, значит, а второй вариант, если Путин остается у власти и все это продолжает гнить, ну, просто Россия, это худший, это лучший вариант для Украины, которую оставили в покое. Это политический неплохой вариант для Запада, потому что в ноябре на выборах Байден говорит, мы остановили войну. Да, войны нет, замечательно, да. Ну, а теперь давайте договариваться, говорят люди, которые теряют по миллиарду в день. Давайте договариваться, зимой холодно, газ нужен, давайте договариваться. То есть к зиме это закончится? Я не знаю, я же не политтехнолог, я говорю про логику, я говорю про логику. Ну, вот все-таки писатель, ты чувствуешь лучше политтехнолога. У тебя же чудные фотографии в Фейсбуке с Маратом Гельманом, который твой подельник, да, в один же день вас объявили иностранными агентами, и все страшно удивились. 31 декабря, что-то прямо уж совсем. С подписью для вас хорошие новости. А, это очень смешно. Вчера в Берлине, значит, вот встретились здесь с Гельманом, и он прям очень возбужденный был. У меня очень, говорит, хорошие новости. Говорит, я разговаривал с Владимиром Сорокиным, у него хорошие предчувствия. Хорошие предчувствия Владимира Сорокина, это что-то совершенно, это действительно потрясающая новость. Потому что Сорокин до сих пор все, что он пророчил, все сбывалось, все самое плохое, что он писал, самое плохое, все это аккуратно сбывалось. Значит, с опричником, с целлурей, все это аккуратно сбывалось. А уж с доктором Гарриным как? Да, все это аккуратно сбывалось. Хорошее предчувствие Сорокина, это прекрасная вещь. А у тебя какие? У меня, как ни странно, повторяю, значит, ты помнишь еврейский анекдот, да, там, что, значит, дети умерли, жена умерла, все, все, а вообще как дела, да? А вообще дела неплохо. Если мы проскочим, если человечество проскочит вот этот поворот, то, в принципе, неплохо, потому что Путин этим идиотизмом, преступным войной с Украиной, резко ускорил, конечно, движение истории. Через какое-то время, это, кстати, мысль Гельмана, очень здравая, все-таки он политтехнолог, а не я, что в какой-то момент вот производство стоят, заводы стоят без, да, без технологий, все на санкциях, все под запретом, без инвестиций. В какой-то момент условный Хабаровский край говорит, ребят, а давайте мы как-то сами, мы выйдем из состава этой странной страны, и к нам сразу пойдут инвестиции. Ну, если эта страна... А, страна кормить перестанет, да? Все пойдет, как ты помнишь, поздний, поздний Советский Союз, да? Спасайся, кто может. Давайте, да, кто как может. Вот кто как может. Пора спросить уже, задать вопрос серьезный. Кто такой гражданин Крохотко? Ой, это смешно. Я не знаю, я не помню. Ну, то есть имя знакомое. Все записано. Да, 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 да. Имя знакомое. Дело в том, что я сегодня как раз получил от своего юриста, значит, с далекой родины сообщение. Сегодня был суд, опротестовавший мое иностранное агентство. И я узнал, наконец, почему я иностранный агент. Я был уверен, у меня полно там западных гонораров. Я пишу что-то для швейцарского журнала какого-то. Мне заплатили сколько там франков, да, за это. То есть не надо ничего выдумывать в моем случае. Но, оказывается, я иностранный агент, потому что какой-то гражданин Крохотко или Крохотко перевел мне 13,5 тысяч, внимание, барабанная дробь, рублей. То есть я продал эту родину за 200 евро. по тому курсу. Недорого. Сейчас уже поменьше. Я разочарован, потому что я все-таки при всем своем критическом отношении к Российской Федерации, я предполагал взять за нее побольше, чем 200 евро. А выясняется, что я продал ее за 200 евро. Я в некотором расстройстве по этому поводу. Я ожидал от себя больше. Это не имеет никакого значения, если не играть в КВН и не отшучиваться. Не имеет никакого значения. Что они там... Послушай, это совершенно... Пойми, как это происходит. Это происходит так. Поступает сверху сигнал Шандеровича. Включаем Шандеровича. И дальше какая-то... Совершенно канцелярский какой-то человек. Ну хорошо, Шандерович, но а Гельмана за что? Как в том анекдоте. Нет, за что это... Смотри, за что неправильный вопрос. Почему правильный вопрос? Почему? За что это совершенно не важно? За что этот повод всегда найдется? Кстати, я же все-таки литературный... Книжный червь. Я книжки читал. И меня чрезвычайно вдохновило то, что Кадырову присвоили звание генерал-лейтенант, новое воинское звание. Меня это чрезвычайно вдохновило. Президент Российской Федерации 28 марта 2022 года в 1858 присвоено очередное воинское звание высшего офицера генерал-лейтенант, генерал-майору Адверову Рамзану Ахмадову. Владимир. Спасибо. Не помнишь ли ты, при каких обстоятельствах получил воинское назначение и взобрался на самую вершину власти в пьесе «Король Лир» Эдмонд, любовник Реганы? Ну, не помню. Перед самой смертью, Оля. Перед самой смертью он наконец-то добрался до самой вершины, как и полагается в хорошей драматургии. Он по трупам карабкался, карабкался наверх и докарабкался до высшей воинской власти. Это было в начале пятого акта. К концу пятого акта его не стало. Это обнадеживающая история. Вот такие взлеты гораздо выше того, гораздо выше гигиенической нормы. Это хорошая вещь. Это хорошая вещь. Обнадеживающая. Драматургически очень точно. Вовремя. Вот так. Я бы предложил его просто министром обороны сделать. Ну, а что, сразу президентом? Я думаю, что у него есть, конечно, очень интересный. Я хочу сказать, это был бы идеальный вариант, потому что это означало бы пи***ц немедленный. Понимаешь? Не растянутый во времени, мучительный, а довольно быстрый. Да? Согласна с тобой, да. Довольно быстрый. Поэтому Кадыров, как президент России, это довольно неплохой вариант. Я бы сказал, просто оптимальный. Просто оптимальный. Ненадолго, напоследок. Да? Но это означает, что после этого все немедленно рушится. Да? Причем со страшной силой. Потому что есть номенклатура. Да? И так далее, и так далее. И он просто... Это все очень ненадолго. Это все очень напоследок. Драматургический. Жизнь очень драматургична. Вот в это я верю. В Шекспира я верю твердо. В такие времена, которые наступили, в них есть только одно хорошее. Как во всяких шекспировских временах. Человек раскрывается. Вот серенького почти не остается. Невозможно остаться сереньким в такие времена. Черно-белое. Вот просто шекспировское время настало. Вот было время чеховское, такое сложное, вот такие, да? Тонкая вязь времени. Непонятно. Стринберг какой-то, конечно, вокруг царит. А тут вот Шекспир. Вот есть добро и зло. Вот мы говорим... Я чаще говорю, конечно, о плохом в силу вредности характера, да? Злобности. Но я хочу сказать, сколько хороших людей обнаружилось в эти дни. Да. Сколько замечательных людей, сколько людей вокруг меня помогает волонтерам. Сколько людей буквально волонтерят, тратят свое время, жизнь, не только деньги. Я откупаюсь деньгами, и это легче. Нет, без этого же нельзя. Ты иначе сойдешь с ума, если ты ничего не делаешь. Вот. И это сформулировал замечательный мой друг, друг моей дочери. Замечательно сформулировал. Это и есть форма, да? Вот не раздирать рубашку с криком о вине. Да. А взять, ты россиянин, ты чувствуешь внутри себя. Это же вещь, даже, это же внутри человека. Это никто не имеет права никому сказать. Это есть внутри тебя или нет внутри тебя. Ты чувствуешь свою ответственность за произошедшее? Давай, помогай, помогай Украине. Вот и все. Делай что-нибудь. И коллективная вина, вот эта вот, она уменьшится. Может быть, ты уменьшишь, улучшишь карму. Может быть, ты уменьшишь степень этой вины. И я, очень многие россияне, живущие где угодно, да, от Москвы до самых, до окраин, причем до окраин мира, включились. И вот, очень интересное наблюдение еще. И, мне кажется, ты его подтвердишь на своей практике. Вот как раз те, украинцы, в частности, по которым пришелся удар, настоящий удар, который платит своей судьбой, да, беженцы, да, люди воюющие, а среди моих друзей есть и такие. Вот они, может, им просто нету времени, но ни одной пощечины от этих людей я не испытал. Все пощечины, как правило, с дивана от людей в белых пальто. Это поразительно. Я тоже, конечно, живу с чувством вины и чувством ответственности. Их нас призывают это разделять. Одно дело чувство вины, одно дело чувство ответственности. Я как-то не разделяю, да, все виноваты и все должны нести ответственность за это. Но а простят ли нас? Я вот хочу тебе один вполне украинский из свежих плакатов показать. Ты понимаешь, какая штука? Не нам сегодня комментировать качество этого плаката и его содержимое. Это очень печально. существование этого плаката. Это очень печально. Но это люди, кричащие от боли. Человек кричит от боли. Страна кричит от боли сейчас, Украина. И человеку, кричащему от боли, да, ему не стоит делать замечание о том, что его крик, да, несправедлив даже и раздражительней, что не та интонация крика. Люди кричат от боли. Это боль. И эта боль видна в этом, да, видна в этом плакате. Сегодняшний контекст, это контекст 42-го года для Украины. 43-го года, да, это враги. Это враги. И нету времени, и сил разбирать эти подробности. Что этот Ганс был рабочим, который не голосовал за Гитлера, да, вот этот солдат Ганс, но он солдат Ганс, да, и все. Он фриц. Стало именем нарицательным фриц. Время лечит, но оно лечит не само. Оно лечит не потому, что солнце взошло, а потом солнце село. Это не лечит. Деноцификация. Да, это работа. Именно работа. Это работа, которая должна будет сделать российская нация. И тогда можно будет разговаривать. Мне и сегодня можно разговаривать, да, я не знаю, кто автор этого плаката, но меня, когда узнают некоторые украинские беженцы, украинские беженцы, они говорят мне добрые слова. А та, которая не узнала, просто в Варшаве, среагировав на нашу с дочерью разговор, на русскую речь, обрушилась с криком ненависти. И я не сделал ей никаких замечаний, ничего не стал отвечать, разумеется, моя дочь тоже. Катя Шульман, она в Берлине, но прежде чем переехать уже в квартиру, она жила некоторое время в деревне, далеко, километров засты от Берлина, и она пошла регистрировать свое пребывание, и ошиблась, и пошла в центр регистрации украинцев. И уже разворачивала суть, и ее откликнула служащая, она ее узнала. Она ее узнала, сказала, Екатерина Шульман, я вас знаю, давайте я вас зарегистрирую и вашу семью. И украинцы сказали, а, это хороший русский политолог, нормально, нормально, проходи, давай, давай, еще раз. Я различаю, вот смотри, давай поговорим о ненависти с той стороны. Я различаю эмоциональную ненависть, вот это, повторяю, беженка, не слишком грамотная, не знаю, какова ее судьба, в том смысле, что имеет ли она внутреннее право на так, на... Души дверника. Не знаю. Я не знаю. Я этого не знаю. То есть, это может быть канализированная просто агрессия, которая внутри человека, а может быть трагическая судьба, которая, не дай бог, да? И я поэтому молчу на всякий случай. Но, тем не менее, есть вот такая ненависть, а есть политическая расчетливая история. И когда в Польше, где живу я и живет моя дочь, когда в Польше институт Адама Мецкевича ликвидируют русскую, так сказать, кафедру, ликвидируют русскую редакцию, заводя вместо нее украинскую, это больше, это больше, преступление, это ошибка, как сказано у старых французов. Это люди играют на Путина, на руку Путину. Борьба с русским, с русским языком, с русской цивилизацией, это дает возможность, Путин немедленно об этом расскажет. Я не сомневаюсь, чтобы это бы рассказали в каких-нибудь новостях. Я почему-то вспомнила Вознесенского, хотя на самом деле довольно дурацкая цитата, не надо улиц переименовать, построите новые, назовите, откройте рядом украинскую кафедру. Да, 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 но нет, но тому, кто это делал, важно дать пощечину, важно утвердиться самому, это политик, это мелкая политика, мелкая, глупая, пошлая политика. И вот я разделяю яростный крик украинской беженки и вот этого мелкого сучонка, польского бюрократа, который решил таким образом отметиться, нанеся вред, нанеся вред, потому что он сыграл за Путина в этой истории, безусловно, безусловно, и об этом расскажут. И Путин выступит, коллективный Путин, выступит в качестве защитника русской цивилизации. Вы же видите, вы же видите, вот поляки, которые... Пора на Польшу. Да? Пора на Польшу. С этого началось и в Украине. Да, 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 нет, но вы же видите, они против всего русского. Да? Путин, который уничтожает, продолжает уничтожать русскую цивилизацию, как его предшественники, чекисты, уничтожали, да, наших предшественников, извини, да, и предшественников, да, социологов, писателей, журналистов, юристов. кулаков, кулаков, цивилизацию, людей, людей русской культуры, русского языка. Путин продолжает уничтожать ту цивилизацию с криком о ее защите. Зачем ему помогать? Все-таки вопросы наших зрителей, читателей. Так. Лашина, Марина. Виктор Анатольевич рассказывает, при каких обстоятельствах остался за границей. Вопрос такой. А удалось ли примириться с положением невозвращенца морально? Многие уехали, без реальной возможности вернуться. Скажите рецепт психологического выживания в этой ситуации. Мне, конечно, легче. Потому что я уехал, так сказать, вместе с рабочим местом, с алфавитом. Вот я по-прежнему просыпаюсь в метре от... Я по-прежнему просыпаюсь в метре от своего рабочего места. Понимаешь? Я проснулся, включил компьютер, выпил кофе, и я на работе. В Берлине, в Варшаве, в Тель-Авиве, где окажусь, там и сел к алфавиту и начал писать. Пошла такая жизнь, что не осталось времени и душевных сил, так сказать, жалеть себя. Я вот довольно драматично... Были очень драматичные первые дни, вот эти вот, когда ты понимаешь, что ты... Какая-то группа негодяев делает так, что ты не можешь вернуться к себе домой, пройтись по любимым улицам, погулять в парке Сокольники. Я люблю парк Сокольники больше Централ-парка в Нью-Йорке, да, и всех остальных парков мира. Для меня это эмоционально, конечно, удар. И какое-то время я ощущал вполне драматичный этот поворот. Ну, до 24 февраля. А 24 февраля, когда мне начали писать, ну, как ты устроился, ты подумай, как ты заранее, как ты вообще заранее устроился, кто-то мне написал, ты бы сейчас стоял в очереди на станцию Верхний Ларс, чтобы попасть в Грузию. Я понимаю, что в том катастрофическом пейзаже, который мировом и российском, прежде всего, российско-украинском, который наступил после 24 февраля, мне, я просто везунчик в очередной раз, мне повезло. Так, Валерий Васильев, он наш постоянный зритель, все время пишет вопросы. На него ты ответил просто спасибо большое Валерию, но уже есть. Абально, Евгения, есть ли у Виктора Анатольевича дорогие ему люди, с кем он перестал общаться из-за войны? Мне очень трудно звонить родителям. Мне повезло. Все разочарования и драмы такого рода случились на, так сказать, на 15 лет раньше, на 12 лет раньше. Нет, сегодня нет. Сегодня не могло быть таких разочарований. ни на одного человека не уменьшился список моих друзей с началом этой войны. Драматичнее стали отношения с украинцами. Я это чувствую с хорошими, с замечательными моими друзьями. Я понимаю, как изменилась интонация. Конечно. как перестала быть важным для них, что я думаю про это. Это драматично для меня. Я зафиксировал это безразличие не до меня. Вот раньше они различали меня от этих, а сейчас у них настала такая жизнь, что им не до меня. Им примерно безразлично, что я думаю. Вот у нашей зрительницы был вопрос очень для нее важный. Она послала нее во все мессенджеры. Виктор Анатольевич, почему за 20 с лишним путинских лет нашлось немало людей, призывающих входить на улицы, чтобы быть битыми? И ни одного, кто призывал бы выходить, чтобы бить, оказывать сопротивление, строить баррикады, сжечь покрышки, сопротивляться, бояться Майдана больше, чем бурцетской дубины, или просто не приходит в голову, что так тоже можно? Слово, тяжелый вопрос. Для меня тяжелый. Для меня тяжелый. Потому что я легалист, потому что я хотел бы, хотел бы чешского варианта, да, вот вышли миллионы там, вышли люди, даже не миллионы, сотни тысяч, вышли и убедили, да, диалог. Диалог все равно происходит, если он не происходит, да, он, ведь полицейская палка это тоже диалог. Мы разговариваем, а нас калечат, убивают. А мы продолжаем разговаривать. Но я не способен жечь покрышки, не способен к этому призывать, соответственно, я не могу призывать к тому, чего я не делаю сам и не готов делать сам. Неизбежно поднимется мститель суровый и будет у нас посильней. Это совершенно неизбежно. Мы можем оперировать, повторяю только историей, и вот был такой Каддафи, да, Муаммар Каддафи. Первые оппозиционеры, первые противники политические Каддафи были выпускниками Сорбоны. От него, собственно, хотели того же, чего мы от раннего Путина, там, честных выборов, свободы слова, политического процесса, вот этого всего. Он их всех замочил, замочил следующих, еще следующих, еще следующих. И дождался тех, которые его изнасиловали перед смертью, проткнули железной палкой. Выпускники Сорбоны, которые имели первые претензии к Каддафи, не хотели этого. Значит, тут есть две темы. Первая, что, значит, не удалось убедить Каддафи разговаривать, поэтому пришлось насиловать и протыкать палкой. По-другому сменить власть не удалось. Да? Убивать вместе с детьми, вот это все, да? Ну, как с Адамом Хусейном и так далее. Но это частный печальный случай, а для Каддафи. Но печальный случай для народа заключается в том, что когда к власти приходят выпускники Сорбоны, это одна страна потом, а когда к власти приходят те, кто изнасиловали на память и убили, это другая, это другая страна. И речь ведь не о том, что мы что-то пожжем или кого-то уничтожим, а речь о том, что дальше. Мои рассуждения носят совершенно общий теоретический характер. Я совершенно не способен призывать к гражданской войне. К сожалению, она неизбежна, потому что то, к чему призывал я, не случилось. Любовь спрашивает. А нужно ли сопротивляться, если ты знаешь, что из трон проиграешь? Нет судебной системы, решение судов не имеет отношения к законности, факты изворачивают, лут глаза. Дон Кихоста, борьба с 3-2 мельницами, вообще нужно сопротивляться? Какой неточный вопрос. Дон Кихот был человеком неадекватным. Он воевал с мельницами, думая, что это там дракон там и так далее. Какой-то злой волшебник. Мы воюем и с ветряными мельницами. Мы воюем с реальным злом, более чем реальным злом. Как воюем? Здесь есть две темы. Первая. Мы воюем так, как можем. Каждый воюет так, как может. Если у кого-то есть мешок гексогена лишний, чтобы заложить по пути следования кортежа, пожалуйста, милости просим. Но это не я. Это явно не я. Я воюю так, как я могу воевать. Я разговариваю. Я пытаюсь разговаривать. Не с Путиным, разумеется, а с людьми. Что же касается того, что зачем все равно проиграем, это неправда. То проиграем, то выиграем. Долго будем проигрывать, однажды выиграем. Есть добро и зло, и надо попытаться понять, если непонятно, где добро, и попробовать послужить добру, а не злу. Вот и все. А результат усилий – это не твое общее дело. Ну, га, Надя, это не вопрос. Передайте, пожалуйста, Виктору Анатольевичу спасибо за все. А еще особенно за постводораздел. Нам стало легче дышать. Ну, да, Виктор, нам с тобой легче дышать. Я я я этот текст, писал, вот этот текст, который появился после какого-то, какой-то вот такой зоны мучительного молчания внутри, потому что он касается прежде всего меня. Я ведь пишу, я пока не напишу, я не знаю, что я думаю. тогда вопрос от Оли Эрх из Берлина. Так что сейчас опять штуку природили перо? Ну, это не про меня, это не про меня. Я рефлексирую, это, собственно, есть моя работа. Вот я уже говорю, я пытаюсь сформулировать то, что меня волнует. Я это делаю как бы вслух. Я разбираюсь с собой, со своими мыслями, со своими рефлексиями. Если мне удается сформулировать точно, то, то, видимо, это может пригодиться и другим. И моя любимая похвала от читателей очень типовая. Звучит так. вот, да, вот это я, вот вы сказали то, что я хотел. Вот, да, вот я, вот я это хотел сказать, вот вы написали то, что я хотел сказать. для меня это очень важная похвала моей работе. Я формулирую то, что думают, в общем, видимо, многие довольны. И вот я занимаюсь этой работой, это терапевтическая работа, это я, если говорить, если эту военную метафору твою употреблять, я все-таки воен-врач, наверное. Спасибо. Это был Виктор Шендерович на тему «А я вас, б**ть, предупреждал». Накалки.